Август Если для посещения страны с безвизовым режимом вам понадобится только загранпаспорт, то для поездки, например, в Европу шенгенскую визу нужно оформлять заранее Вы можете это сделать сами, самостоятельно собрав пакет документов и отправить в единый визовый центр, они вам сделают Или можете непосредственно при бронировании тура, то есть туроператор, который будет бронировать вам ваш тур, он самостоятельно оформит вам шенген Особое внимание следует уделить медицинской страховке. Турфирмы включают ее оформлению в список своих услуг, но, как правило, это всего лишь самый необходимый стандартный набор медицинской помощи Если вы перевозите через границу лекарства, в которых содержатся запрещенные вещества, список которых можно найти в интернете, то вам следует заранее заполнить таможенную декларацию с перечислением всех своих препаратов Будьте внимательны, во многие страны запрещен ввоз волокардина, корвалола, сиропов и таблеток от кашля, содержащих кодеин, а также обезболивающих Не забудьте предъявить рецепт от врача, переведенный на английский язык, у сертифицированного переводчика Застраховать себя можно и нужно не только на случай болезни. Это поможет сэкономить время, деньги и нервы в самых непредвиденных ситуациях Если форс-мажор какие-то обстоятельства, или, например, потеря багажа, или там, например, задержка рейса, или нет вылета, произошло такое, что нет вылета То есть все эти страховки вы можете приобрести дополнительно, непосредственно туроператора Если с несовершеннолетним ребенком путешествует один из родителей, то, согласно российскому законодательству, разрешение на его выезд за границу не требуется Но в ряде стран, например, европейских, такой документ необходим В случае, если у вас и вашего ребенка разные фамилии, то нужно взять с собой свидетельство о рождении или его копию, заверенную нотариусом Главное, будьте бдительны и следите за своими вещами и документами Но если вдруг случилось так, что вы потеряли билеты или паспорта, то паниковать не стоит Если вы теряете паспорт, вы обращаетесь к вашему гиду в отеле Если вы теряете посадочный талон, ничего страшного в этом нет В электронном виде ваш билет уже находится именно в авиакомпании Улететь вы все равно сможете Специалисты рекомендуют сделать копии всех основных документов для выезда за границу И взять их с собой, сложив в отдельную папку Российский паспорт лучше оставить дома, а вместо него подготовить нотариально заверенную копию Надеемся, что эта информация поможет вам при подготовке к предстоящему отпуску Приятных и безопасных путешествий! Субтитры создавал DimaTorzok